Добрый день, дорогие коллеги. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсик, если вам не видно и слышно, и виден ли вам первый сайт презентации. Отлично, коллеги. Куда можно приступать? Меня зовут Анна Готовына, я менеджер отдела фэнчайзинг. Спасибо большое, что уделили ваше время для того, чтобы ознакомиться с компанией Nextur, чтобы ознакомиться с работой с сайта Nextur. И, конечно, сегодня мы с вами рассмотрим все технологии сотрудничества, которые в дальнейшем, в принципе, помогут вам как в работе с туристами, так и в работе с нами как с туропературой. Я очень надеюсь, что после нашего вебинара у вас станет меньше вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Коллеги, прошу прощения, техническая заменка у нас произошла. Скажите, пожалуйста, вам меня видно? Отлично, спасибо большое. Итак, как я уже говорила, что все ответы на большинство вопросов, которые задают нам турагентство, есть на нашем сайте. И сегодня я расскажу вам, где что находится, как куда заходить. И если в течение вебинара у вас будут возникать какие-то вопросы, не стесняйтесь, прописывайте все в чат. Я буду останавливаться по основной теме вебинара и обязательно на все отвечать. Итак, переходим непосредственно с вами к презентации. Перед тем, как приступить к работе с сайтом Annex Tour, я расскажу вам немножко вводных аспектов о том, кто мы такие, в какой холдинг мы входим и, собственно, как мы ведем нашу деятельность. Annex Tour входит в холдинг Annex Tourism Group. Это группа компаний, которая ведет туристическую деятельность на территории 28 стран. Annex Tour – это международный бренд, под которым ведется терапевраторская деятельность. Также в этот холдинг входит компания Azure Air. Это наш чартерный бренд, на котором мы осуществляем все наши авиаперелеты. OREX Travel – это компания, ведущая терапевраторскую деятельность на территории стран Чехии и Словакии. Также в холдинг входят такие отельные бренды, как Selectum Luxury Resort, Selectum Family Resort – это ранее известный отель, как Lituña Golf Resort. Он уже доступен под новым названием на сайте по акции ранее бронирования. У нас заключены также эксклюзивные контракты с сетью лучших семейных отелей ACA с отелем Asteria и, конечно, всем известный отель Lujabuda. Немножко расскажу вам... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коллеги, приношу извинения еще раз за заминку. Зана перезошла в систему, надеясь, что теперь будет работать все хорошо. Итак, по офисам нашей компании. Главный офис, как вы знаете, у нас представлен в городе Киев, но помимо этого у нас есть также региональные офисы, которые несут полную ответственность за своих туристов. И, конечно же, вылеты мы в том числе ведем из этих городов. Такие города, как Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Львов. Переходим с вами к нашему воздушному флоту. Azur Air на данный момент насчитывает 6 бортов. Это 3 Boeing 737-800 с максимальной вместимостью 189 пассажиров и 3 Boeing 767-300 с вместимостью 330 пассажиров. По нашей полетной программе. На рейсах Azur Air мы осуществляем перелеты в Турцию, Египет, Тунис, Испанию, Кубу, Эмираты, Таиланд и Доминиканскую республику. Это являются нашими основными направлениями. В ходе вебинара я расскажу вам более детально, как проверять наличие мест на рейсах, время вылета и важную информацию при бронировании у нас на рейс. Не могу не затронуть с вами наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Прежде всего, это компания Виндроуз, это наш постоянный давнишний партнер. В разгар сезона, в пиковую загрузку мы летаем также на данных портах. Нашими надежными старыми партнерами является страховая компания ВОСА. Мы с ней сотрудничаем достаточно давно и уверены в данном партнере. Если мы уже затронулись с вами в такую тему, как страховка, я расскажу вам, что немногие агенты знают и, к сожалению, немногие агенты пользуются такой услугой, как страховка от невест. Страховка от невыезда включена в каждый пакетный тур туроператора Амекс Тур. Что это значит? Если, например, турист уже заболел до начала поездки или снился через какие-то другие фурс-мажорные обстоятельства, по которым он не может ввелить в тур, то страховая компания ВОСА берет на себя ответственность за все затраты, понесенные вами и вашим туристам. Но для этого надо соблюсти ряд правил. Прежде всего, заявка должна быть 100% оплачена на момент подачи именно этого заявления в страховую компанию. Происходит, предположим, страховой случай, который с ним может вылететь. Вы предоставляете все необходимые документы, запрашивая компанию ВОСА в страховую, и также запрашиваете у нас условия аннуляции данного тур. Если по каким-то причинам мы не можем аннулировать данную заявку без затрат, компания ВОСА компенсирует все затраты, понесенные туристам, в случае, если вы предоставили все необходимые документы. Эта страховка от невыезда является безоплатной, она включена по умолчанию в каждый пакетный тур. Это очень удобная опция для ваших туристов. Так скажем, является визитной карточкой данной компании. Единственное, что данная страховка не покрывает страховые случаи по неоткрытию визы, это в том числе надо проговаривать вашим туристам. Конечно же, наши финансовые партнеры, перечень банков на черепозит, вы можете оплачивать туры, представленные на слайде. Это Приватбанк, это Укрсиббанк и это Альфабанк. Отделения и терминалы самообслуживания функционируют у нас по всей территории Украины, и это дает вам возможность бронировать и оплачивать туры в нерабочее время, в праздничные дни. И таким образом вы никак не привязываетесь к работе банка. Немножко еще более детально затронем с вами страховку. Я расскажу вам о страховке премии. Помимо стандартной страховки, как я уже повторила, которая входит в каждый пакетный тур, вы можете дозаказать до тура страховку премию. Что она дает? В отличие от обычной страховки, она покрывает случаи страховые, которые произошли в состоянии алкогольного опьянения, и она действует с первого дня поездки. Также она покрывает ряд хронических заболеваний, такие моменты, как укусы на сихонах и распространяется на сей виды любительского спорта. Самое главное, что данная страховка является безфраншизной, то есть при обращении в страховую компанию вам не требуется оплачивать 30 долларов. Стоимость данной страховки составляет примерно 1 доллар или 1 евро, в зависимости от направления, собственно, на человека в день. И данную страховку вы можете дозаказывать, отправив письмо на отдел продаж.ua.сейс. Далее, услуга бронирования местной рейси. На всех рейсах Азур-Эйр можно заранее забронировать места. Мы особенно рекомендуем бронировать места для дальнемегистральных рейсов. Забронировать данную услугу вы можете самостоятельно в личном кабинете, нажав на кресло рядом с рейсом. Вам откроется план рассадки, и вы сможете забронировать место. Но в ходе вебинара я вам детально покажу, и на слайдах мы рассмотрим, как это, собственно, делается. Итак, следующее, это у нас онлайн бронирование регулярных перевозок. На нашем сайте доступно бронирование туров на регулярных рейсах. Тем самым вы можете расширить доступные уже маршруты и открыть новые направления отдыха для ваших туристов. Представлен очень большой выбор авиакомпаний и тарифов. Вы можете выбрать не только прямые рейсы, вы можете выбрать также штуковочные рейсы на самых выгодных условиях. С пошаговой инструкцией по бронированию данных GDS-туров представлены на сайте в разделе агентствам. И опять же, в ходе вебинара мы рассмотрим детально, как это делается. Если вы интересуетесь возможностью вступления в сеть турагентств AnnexTour, вы можете ознакомиться с презентацией, которая представлена у нас на сайте в разделе агентствам франчайзинг. А также можете направить запрос на почту ea.franchising.annextur.com На данный момент в нашей сети функционирует более 190 офисов по всей Украине. Мы продолжаем активно развиваться и приглашаем все агентства к сотрудничеству. Помимо максимальной комиссионной программы, которую мы предлагаем, для наших франчайзинговых агентств функционируют различные специальные программы, акции, постоянная кураторская поддержка агентств. Мы оборудуем офис согласно нашего брендбука, мы оказываем рекламную поддержку, предоставляем доступ к серой системе и условия работы с другими туроператорами нас абсолютно лояльны. Детальную информацию вы можете также запросить у нас по почте. Заполнить простой дуан, который есть в разделе франчайзинг на сайте, в разделе агентства. Итак, и переходим с вами непосредственно уже к работе с сайтом. Я, как я уже говорила, на нашем сайте есть ответы абсолютно на все часто задаваемые вопросы агентств, и мы рассмотрим, что где находится. Как вы видите, самая верхняя строчка – это у нас о компании, агентствах, авиаперелетах и странах. Этими разделами вы будете пользоваться постоянно в ходе вашей работы. Контакты отдела. Общение с агентствами мы введем посредством телефонного звонка или переписки. Если, предположим, в телефонном звонке вы можете задать какую-то информацию по отелям, получить консультацию по направлениям, то все важные вопросы решаются только лишь посредством письма. На сайте в разделе «О компании. Как нас найти?» представлены почты каждого из наших отделов. Также представлены адреса и контакты наших региональных письм. В зависимости от характера вашего запроса, направляйте, пожалуйста, письмо на нужный вам отдел. Это значительно сократит время ожидания. Если вопрос касается, предположим, заявки, внесения изменений в заявки, аннуляция, корректировка паспортных данных, вы направляете этот вопрос на отдел продаж. ua.sales.anxtor.com Отдел продукта – это у нас ua.product.anxtor.com – он рассчитывает индивидуальный и комбинированный. Что такое индивидуальные и комбинированные туры? Возможно, кто-то не знает. Индивидуальные туры – это если у вас, предположим, в тур вылетает определенное количество туристов, потом кто-то из них возвращается, кто-то долетает, кто-то летит в другой город. Это называется индивидуальный тур. Комбинированный тур – это, предположим, если ваши туристы хотят совместить отдых в нескольких отелях, два и более отелей. Это является комбинированным туром, вы этот запрос отправляете на просчет на почту «ya.product». Так, какие у нас еще есть почты? Обращаем ваше внимание, что групповые запросы, вне зависимости от того, франчайзинговое агентство или независимое агентство, вы направляете на почту «ya.max». Групповым запросом у нас относятся запросы заявки свыше 15 номеров с вылетом из Киева и свыше 5 номеров с вылетом из региона. В таком случае вам индивидуально просчитывается стоимость. Отдел маркетинга «ya.marketing.com» принимает запросы по началу сотрудничества, по комиссионной программе, по бонусной программе, по различным актам. Также вы можете направлять туда запросы по отелям, оставлять различные примечания о дня рождения, о молодоженах, жалобах и так далее. Также просим принять во внимание такие моменты, что если, например, вы просите, просьба оставить примечание, чтобы дали туристам реновированные номеры. Мы примечания данные оставляем, но это не является гарантией того, что туристу будет предоставлен этот номер, поскольку это все является только лишь на усмотрение отеля, в зависимости от загруженности. Что касается примечаний о днях рождения. Когда вы вводите вашу заявочку и вводите паспортные данные туриста, если вы корректно вводите паспортные данные, в системе автоматически отображается, что у туриста в данный день в туре будет день рождения. И эта информация автоматически отправляется в отель. Поэтому, собственно, на мой взгляд, я не вижу смысла дублировать эту информацию. В любом случае, отель – это вид. Что касается информации о молодоженах, обязательно, даже когда мы оставляем это примечание, туристы в отеле должны предъявить справку, свидетельство о графике, что они, собственно, являются молодоженами. Как вы знаете, туроператор «Анекс Тур» регулярно проводит семинары, различные роудшоу, воркшоу, рекламные туры. Все запросы на участие вы отправляете на почту «Я ивент» «Анекс Тур». Где найти перечень данных мероприятий, расскажу вам в ходе вебинара. Все вопросы, которые у нас касаются вип-отели, мы отправляем на «Я ивит». А все вопросы, которые возникают у франчайзинговых агентств, будь то изменения, будь то корректировки, будь то переброня, вы отправляете на нашу почту «Я ивентчайзинг.Анекс Тур.фу». Также вы можете самостоятельно уже ознакомиться на сайте. У нас есть такие отделы, как тренирование, чартерный отдел, юридический отдел, бухгалтерия, отдел выдачи документов. Можете посмотреть их адресы. Что касается региональных трансферов, данную информацию вы отправляете непосредственно на региональный офис. Почта региональных офисов точно так же указана в разделе «Как нас найти?» в региональной офисе. Там вам отправляется в ответ бланк, который вы должны заполнить. Вы отправляете, собственно, уже всю дальнейшую коммуникацию по данному запросу вы идете непосредственно с региональным офисом. Так, далее. Форма обратной связи. Форма обратной связи – это одно из таких новшеств на нашем сайте. После прохождения абсолютно простой процедуры регистрации, вы можете задать ваш вопрос не в письме, а прямо на сайте, выбрав необходимый вам отдел, и, собственно, максимально быстро получите ответ на интересующий вас вопрос. Регистрация в разделе «Агентство» – форма обратной связи. Так, начало сотрудничества. Ну, я думаю, что здесь уже собрались агентства, которых открыли доступ, вы уже бронируете, но, тем не менее, очень быстренько пробежимся с вами по основным моментам по началу сотрудничества с корпоратором «Онекс.Ло». Для начала сотрудничества вам необходимо распечатать и заполнить два экземпляра договора. Перекрепить пакет обязательных документов, перечень представленных у нас на сайте в разделе «Агентство» условия сотрудничества, и передать эти документы в наш, прошу прощения, главный офис для оператора «Анекс.Ло» по почте. Далее, после подписания договора… Не в том порядке, это врезался слайд. Уже есть, хорошо. Далее, после того, как вы заключили договор, первую заявку вы заводите не в онлайне, а заполнив специальный бланк, который вы скачиваете на сайте с указанием номера договора. Заявку вы отправляете на электронную почту UASales, «Анекс.Ло» и в ответ вам отправляют номер забронированной заявки. После этого вы должны получить доступ к вашей системе бронирования, к вашему личному кабинету. Для этого вы направляете на почту UAMarketing, «Анекс.Ло» письмо на получение онлайн-доступа. Бланк письма есть на слайде, вы можете видеть. И также вы можете его скачать в разделе «Агентственное условие сотрудничества», «Получить доступ к системе». После этого вам ссылается пароль, вам ссылается логин. Вы также можете проверить по номеру заявки уже первую эту заведенную заявку, и вы можете спокойно приступать к планированию дальнейших ваших трудов. Итак, комиссионная программа. С 1 июня 2019 года для действующих второгенств Украины в компании «Анекс.Ло» действует градация комиссии, которая указана на слайде. Условия комиссионной программы предоставляются по результатам объема продаж за календарный год. То есть, если вы только лишь открылись, или количество отправленных вам и туристов за год менее чем 20, вы получаете минимальную комиссию, это 9% от реализации года. Далее по нарастающим. Максимальный размер комиссии – это 13%. Во время акции раннего бронирования, которое мы перейдем с вами чуть далее, комиссия увеличивает. После подтверждения заявки вам на почту придет счет каплаты. Этот счет уже идет за вычетом вашей комиссии. Детальная информация о комиссионной программе есть также в нашем сайте в разделе «Агентство. Словие сотрудничества». Вы с этим можете ознакомиться. Условия оплаты. Для пакетных туров заявка должна быть оплачена в размере не менее 30% в течение двух банковских дней с момента подтверждения заявки. Вторая часть – 70%. Уже оплачивается непосредственно не позднее, чем 14 дней или 21 день до вылета в зависимости от направления. Эта информация также есть на нашем сайте. На регулярных рейсах заявка должна быть оплачена в течение одного дня с момента подтверждения заявки. Для раннего бронирования действуют несколько другие условия платы. Это 25, 25 плюс 50. Мы к этому перейдем чуть позже. То есть 25%, если, предположим, заявка заведена на втором этапе раннего бронирования, 25% вы вносите на протяжении двух банковских дней с момента подтверждения. Далее остальные 25% вы оплачиваете до 31 января. И оставшуюся сумму, 50%, не позднее, опять же, 14 дней до вылета. Очень пришел и серьезно относиться к оплате, поскольку если вы продлеваете срок оплаты, вы уже оплачиваете по максимально высокому курсу. И также корпоратор имеет право аннулировать данную заявку. Поэтому обращайте на это внимание. Условия аннуляции туров – такая очень интересная тема. Надеюсь, что все знают, что в случае аннуляции тура вам необходимо писать запрос на почту продаж UASales.com, дождаться от них письменного ответа с условиями аннуляции и подтвердить. Пока заявка не подтверждена, вы можете аннулировать тур без затрат. А вот если заявочка уже подтверждается у вас, для каждой заявки действуют отдельные условия аннуляции. По закону Украины, туроператор AnnexTour, и вообще любой туроператор, не имеет права выставлять штрафы в процентном соотношении. Мы можем только лишь взимать понесенные нами затраты. Если, например, вы получаете ответ, что аннуляция данного тура в связи с ближайшими, предположим, датами вылета возможна только лишь со стопроцентными затратами или частичными затратами, при этом туристы не могут категорически вылетать в тур, вы не можете, в свою очередь, найти замену туристов или, предположим, отель не принимает замену туристов. Я очень рекомендую вам не тянуть с аннуляции, соглашаться на условия аннуляции, соглашаться на данные затраты. После этого, как заявка аннулирована, авиабилеты выпускаются в продажу. И по окончанию дат тура вы можете запросить о минимизации затрат. Как я вам уже говорила, мы взимаем только лишь конкретно понесенные затраты. Если авиабилеты по вашим не улетевшим туристам продаются в полном объеме, если отель не выставляет никаких затрат, то мы в полной мере возвращаем вам денежные средства. И еще очень важный момент, очень грубая ошибка, которую, собственно, допускают не только лишь агентства новички, но, к сожалению, уже агентства с каким-то определенным опытом работают. Кнопка в личном вашем кабинете, запрос на отмену заявки, он ни в коем разе не является аннуляцией заявки. Очень часто так бывает, что вы нажимаете на этот запрос, заявка у вас пропадает из личного кабинета, вы, собственно, про нее забываете, но в нашей системе эта заявка висит как активная. И очень обидно, предположим, если ваша заявка еще не подтверждена, и когда вы можете еще абсолютно бесстаблемно ее аннулировать, при этом вы ставите запрос, не пишете об этом письмо, и, соответственно, заявка уже подтверждается, и мы, к сожалению, никак не можем минимизировать затраты, вынуждены уже аннулировать затрату. Или, предположим, если вы решаете аннулировать заявку в нерабочее время, предположим, в 11 ночи, турист отказывается от заявки, все равно обязательно вы пишете в тот же момент письмо на почту ua.sales. Наши менеджеры приходят на работу в 9 утра и в порядке очереди обрабатывают все-все заявки. Да, ваши заявочки дойдут, даже если она будет подтверждена, все равно мы максимально пойдем на встречу. Поскольку письмо на отмену в данной заявке, на аннуляцию, вы прислали еще до подтверждения. Еще раз повторюсь вам, запомните, 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 что аннуляция осуществляется только лишь посредством письма. Так, вроде бы по основным моментам мы с вами пробежались, и переходим с вами непосредственно к подбору тура. Для этого мы заходим на нашем сайте, в раздел «Агентство» и в раздел «Поиск тура». Так, по комиссии, календарный ритм, заявки, область, разрешение, посредственность, область, по 6 сечням, с момента подписания вам на договор. Вернемся с вами к сайту. Итак, вы переходите в раздел «Агентство», «Поиск тура». Выбираете нужное вам направление, выбираете тип тура, это или регулярный тур, или, как больших сайтов, это подъектный тур. На слайде представлен, это у нас тур «Киев-компания», чартерный рейс. Выбираете диапазон дат, выбираете количество ночей, количество человек. Если в заявке есть ребенок, обязательно указывайте возраст этого ребенка, указывайте нужный тип питания и валюту, которую вы хотите, чтобы вам воспроизводились данные заявки. Также вы можете выбрать конкретный регион, как, например, на примере Турции, там вас интересуют только лишь отели Кеммера, или только лишь отеля Лани, или, собственно, не выбирать ничего. Вы можете выбрать нужный вам отель, или, опять же, не выбирать ни какие отели, а все актуальные для бронирования варианты вам будут представлены сразу в онлайн-пополе по мере увеличения стоимости. Также обратите, пожалуйста, внимание, внизу вы можете видеть такие пункты, как нет остановки продаж, и есть места на рейсе. Я вам очень рекомендую ставить эти галочки, чтобы вам подтягивались лишь актуальные рейсы. Ну и актуальные предложения. После нажатия поиск, после нажатия поиск, система автоматически перебрасывает вас, подбирает вам варианты, актуальные для бронирования. Вот, как вы можете видеть, значок RBN на оранжевом фоне, это значок раннего бронирования. То есть сразу по данному туру вы можете видеть, что этот тур входит в акцию раннего бронирования, и комиссия по нему будет увеличена. Также вы можете видеть такой набор непонятных цифров, это у нас СПО. Обязательно, когда вы отправляете запрос, предположим, на отдел продаж, там, позьба перебронировать, и так далее, вас будут запрашивать, пришлите строку с актуальным СПО. Вот СПО, это как раз является этот набор цифр бут, который находится между стоимостью и между экономами. Так, палочка «Дети на отдельной кровати» достойна внимания, или не все отели перепроверены. Лучше данную информацию уточнять. Уточнять, как на сайте, в разделе отеля, предоставляется ли дополнительная кровать, или написать письменный запрос по конкретному отелю на почту «Яточка». Итак, ознакомились с вариантами, которые нам представлены. Чтобы перейти к планированию, мы нажимаем на стоимость данного дома. Нас перебрасывает автоматически в личный кабинет. Вы вводите пароль, плодингу данной вами, отделом маркетинга или отделом перчайзинга, и вы оказываетесь в личном кабинете. В личном кабинете вы очень внимательно проверяете всю информацию по отелям, по рейсам, по страховке, по дополнительным услугам, чтобы все-все услуги у вас были в туру. По страховку. На слайде этого нет, но иногда еще подтягивает страховка «Премиум», и рядом с ней есть такая кликабельная галочка «Удалить». Вы можете эту страховочку удалить без проблем, чтобы вам не подтягивалась дополнительная такая ступень. Все проверили, все хорошо, переходим с вами дальше. Вбиваем информацию о туристах, вбиваем, возможно, какие-то примечания вас интересуют. Если эта заявка будет связана, например, вы уже перед этим ввели заявку, выписали ее номер, следующая заявка связная. Прописывайте, что это заявка от «Виз Резервейшн» такой-то. Если в заявке люди с ограниченными возможностями или молодожен, или что-то такое, то, что требует внимания, точно так же ставите палочки на этом. Видите стоимость, но это еще стоимость не окончательная. Для того, чтобы проверить окончательную стоимость, вам обязательно надо нажать на «Пересчитать». После пересчета вам уже высадится актуальная стоимость, которая вы можете, собственно, озвучивать уже туристам. А почему не актуальная? Добавляется доплата за рейс, если, например, у вас вылетают туристы утренними рейсами или возвращаются вечерними рейсами. Может, опять же, добавляться эта страховка премиум, может добавляться страховка за инфаркт. Чтобы потом, собственно, у вас не было никаких проблем с туристом, я бы рекомендовала вам указывать всю эту информацию изначально при бронете. Зачем мобильный телефон туриста, если нет смс-уведомлений об изменении рейса? Данная опция у нас еще находится в стадии разработки, но, тем не менее, мы рекомендуем указывать телефоны туристов для связи. Переходим с вами далее. После того, как мы нажимаем «Пересчитать», увидели актуальную стоимость, с ней согласились, мы нажимаем на «Забронить». Как я уже говорила, на рейсах «Азур-Эйр» доступна опция бронирования местной рейси. Как вы это делаете? Вы можете забронировать места как при заведении заявки, так и уже в существующей заявке направить соответственный запрос. Как это делать в существующей заявке? Рядом с рейсом вы видите кресло. Нажимаете на кресло, и вам высвечивается план рассадки. Нажимаете на свободное место, свободные места у нас указаны зеленым цветом, и вы видите стоимость, которая подтягивается за это место. Если вы согласны с данной стоимостью, вы бронируете данное место. А в «Абордом» отмечено забронированное вам место. Так, часто бывает так, что в личном кабинете рейс только один, но все равно происходит перерасчет. К сожалению, да, так бывает, поскольку доплата за выбор рейса у нас идет вне зависимости от того, сколько у нас представлено рейсов, какой у нас выбор. А именно это плата за удобный вылет. То есть это вылет либо до 12 часов из Киева, либо возврат после 12 часов из аэропорта отдыха, так скажем, в город. Есть ли несколько заявок и туристы хотят номера рядом? Что надо сделать? Что надо сделать? Ну, во-первых, вы обязательно, как я уже вам рассказывала, связывайте данные заявки. Вы направляете на почту «юамаркетинг». Там просьба связать данные заявки, и по возможности поселить туристов вместе. Мы обязательно данную информацию передаем в отель. Но, опять же, это по возможности отель предоставляет. Если это пиковая загруженность, если у отеля просто физически нет там, предположим, трех номеров к пятышкам, да, чтобы они находились, отель этого не сможет предоставить. Но если у отеля есть возможность, конечно, это без проблем туристам будет предоставлено. Так почему сразу не поставить актуальную стоимость на почту? Ну, это вопрос такой достаточно риторический. Актуальная стоимость на тур уже видна при перерасчете. Вы можете, например, не терять время, и вы можете не вносить там всю информацию туристов, можете не вносить паспортные данные, а можете нажать на данную стоимость, проверить все услуги, пересчитать и увидеть, собственно, актуальную стоимость. Ну, и, как я вам уже говорила, предположим, страховка от, у нас по возрасту туристов, предположим, это самая такая распространенная доплата, действует специальная страховка, это плюс примерно 1 доллар. Когда вы только лишь в подборе туров вводите там интересующего, там, двое туристов, да, вылетают в тур, система не может знать, что эти туристы, предположим, возрастные, что им 60 лет, система не может сразу это определить, и поэтому выскакивает стандартная тена. А когда вы уже отбиваете, даже, например, с возрастом туристов, система уже это все просчитывает, это говорит вам актуальность. Некоторые туристы сами видят цену онлайн и думают, что мы обманываем. Ну, к сожалению, да, есть такой момент, некоторые агентства на это жалуются, но можете показывать им в личном кабинете, вы можете, когда делаете перерасчет цены, вы можете нажать на галочку «Скрыть комиссию», чтобы турист не видел вашу комиссию, но при нем нажать на «Пересчитать» и показать, собственно, что это не вы обмануете, что эта система вам так просчитала. Это просто мотив. Хорошо. Так, переходим с вами далее. Личный кабинет. На слайде представлен вам личный кабинет, вы можете найти нужную вам заявку по номеру. Если же вы, предположим, не написали, не выписали себе номер данной заявки, но вы помните фамилию туристов или вы помните, когда заводила заявку, когда они отдыхают, вы можете также найти, отфильтровать заявки по данным критериям. Так, еще такой важный момент. У меня немножко перемешали слайды по поводу пановки туристов. После того, как вы оплатили заявку, точнее, когда у вас заявка подтверждена, вы можете видеть на слайде, вы зашли в заявку, вы видите, что статус заявки доступна для оплаты. Статус заявки доступна для оплаты, это означает, что заявка подтверждена, и вы можете ее оплачивать. После того, как вы оплатили заявку, документы открыты в системе. Вот как вы можете видеть на слайде, стоимость и стоимость заявки, оплата заявки, вот документы. В разделе документы вы можете скачать. Скачать вы можете ваучер, вы можете скачать страховку и вы можете скачать авиабилеты. Памятка туристов в личном подмете вы не можете скачать, но вы можете это скачать в разделе страны, памятка туристов. Вы выбираете нужную страну, предположим, это Египет, и в правой стороне памятка туристов. Очень рекомендую не забывать прикреплять данную памятку, поскольку в памятке есть такая важная информация, как контакт, во-первых, нашего представителя в аэропорту, есть телефон на горячей линии, предположим, если, не дай бог, у туристов произойдет неприятность уже во время самого тура, есть контакты консульства в стране, где они отдыхают, поэтому обязательно выдавайте эту памятку массой интересной информации. Почему памятку нельзя скачивать сразу с личного кабинета? Это же неудобно. Ну, сейчас вы знаете, как ее скачивать, в принципе, я думаю, абсолютно нет никакой проблемы зайти в раздел страны и нажать там на памятку, абсолютно для каждой страны там так освечивается. Почему у нас скачивается памятка туриста для РФ, Российской Федерации? Если в скобочках указано РУС, это для Российской Федерации, если в скобочках указано УКР, это для Украины. Так, мне кажется, я еще пропустила какие-то вопросы, секундочку, наконец-то задам вопрос напрямую. Почему система выдает доплату за утренний рейс, если он вообще единственный и вариантов нет вообще? Какой это выбор рейса? Точно так же и с обратным вечерним рейсом, где нет выбора. Только один рейс на доплату за счет. Я вам уже отвечала на данный вопрос, что доплата идет вне зависимости от того, какой у нас выбор рейса, а именно доплата за удобное время вылет. Спасибо. Так, переходим с вами дальше. Раздел, раздел, раздел конструкции. На нашем сайте вы можете бронировать, не обязательно пакетные туры, вы можете также бронировать туры только лишь с наземным обслуживанием или только лишь авиабилетом. Как бронировать туры с наземным обслуживанием? Наземное обслуживание у нас на данный момент просчитано для таких стран, как Вьетнам, Турция, Египет, Куба и Таиланд. Я вам покажу сейчас, как это делается. Вы заходите точно так же в разделе «Агентство», подбор туров, вы заходите во вкладку «Конструктор». Вы в конструкторе, вы вбиваете, предположим, если вас интересует наземное обслуживание, вы вбиваете наземное обслуживание, страна тура, начало, окончание и информацию о туристах. В принципе, она необязательна, эту информацию можете увидеть уже чуть позже. После этого вам выскакивает вот такая табличка «Заказ гостиницы», «Заказ доп. услуги» и «Заказ страховки». Вы нажимаете на «Заказ гостиницы», выбираете нужную вам гостиницу, выбираете тип размещения, питание и так далее. Доп. услуга. Доп. услуга – это у нас чаще всего индивидуальный трансфер. Если это зимний период, то там подтягивается доплата за новогодний ужин. И, соответственно, вы заказываете еще страховку. После этого, примерно вот как выглядит это окно, после этого проверяете все данные, даете информацию о туристах и вам высвечивается стоимость к оплате. Учтите, что по наземному обслуживанию комиссия у нас составляет 7%. Так. Точно так же вы можете бронировать авиабилеты. Так, прошу прощения. Сейчас посмотрим, выносите авиабилеты. Авиабилеты в разделе «Тоже конструктор билетов». Вы вводите интересующее вас направление, вы вводите дату окончания тура, вы вводите количество билетов, какой вас интересует класс билетов, это или бизнес, или эконом, и также авиакомпания, в которой вы будете лететь, но я думаю, что вы выбираете в данном поисковике «Азор.Р». И вам высвечиваются варианты, доступные для бронирования. Забронировать вы можете, нажав на корзинку. Вот корзина со стоимостью 69 долларов. Стоимость указана в «НЕКО». То есть стоимость на авиабилеты они не включают комиссию. Тоже такой важный момент. Вот, и у этой заявки будет, точно так же она будет у вас усещаться в личном кабинете, у нее будет свой номер. Вот, как правило, если вы бронируете авиабилеты, вам подтверждение приходит моментальное, и заявка уже доступна для отправки. Так, переходим с вами дальше. Пока конструктору посетили. Мастер. Все. Типы специальных предложений. Я очень рекомендую вам ознакомиться с типами специальных предложений, которые у нас есть на сайте в разделе «Агентство» типа специальных предложений. Для чего? Чтобы вы были в курсе, какие у нас сейчас здесь предложения, и что самое главное, какая комиссия у нас распространяется на данное предложение. Поскольку, предположим, если вы не знаете, что промо, когда вы бронируете отель, тур с пометкой «Промо прайс», вы не учитываете, что комиссия у него практически 7%, при этом вы даете большую скидку туристу, вы можете сработать в ноль или даже в минус. Или, предположим, если вы бронируете какие-то отель, как «Риксес Сигейт», на который у нас сейчас действует очень классная акция, это бонус-бумеранг, по окончании датура вы получаете денежное вознаграждение, вы этого не знаете, вы просто по данному запросу не обращаете, чтобы вам вернули это вознаграждение, и, как следствие, вы теряете какую-то часть заработка. Обязательно ознакомьтесь с этими предложениями, последствия в работе, оно вам очень пригодится. Если мы с вами уже перешли к акциям компании, расскажу, где это найти. Акция компании у нас представлена в разделе, опять же, «Агентство», это у нас самый такой, наверное, важный раздел, «Агентство», «Акция компании», по акциям, которые у нас сейчас самые актуальные, это по Египту, как раз по Академию Святого Валентина. Действует очень интересное предложение от отеля «Монте-Карло» и «Ройл Монте-Карло», там у них идет бесплатный апгрейд номера, также масса очень приятных плюшек при бронировании нового отеля «Аква Джой Байкс и Райс», бесплатное проживание для детей в акции «2 плюс 2» для отелей «Ликсос», также гарантированное для данных отелей, гарантированное раннее заселение, позднее выселение из данных отелей и бонус «Бумеранг» на ряд отелей. Так, переходим с вами плавно к бонусу «Бумерангу». Простите, может, пропустила, а комиссия по билетам какая? Когда вы бронируете авиабилеты, комиссия не включена, стоимость указана в нет. Да, место можно выбрать сразу. Единственное, что по поводу мест, для раннего бронирования, эта акция, точнее, эта опция еще на данный момент не активна, еще около рейсов нет данного кресла. По вылетам, которые у нас будут производиться в Турцию, где-то начиная с мая месяца, бронировать места на рейсе вы можете где-то начиная с начала весны. Пока что еще данная рассадка. Больше никаких вопросов не пропустила. Акция «Бумеранг». Думаю, многие слышали уже про данную акцию, вы пользуетесь ею. На сайте в разделе агентством бонусная программа «Сезон 2020» есть полное описание акции «Бумеранг» и «Бумус-бокс». Что такое «Бумеранг»? «Бумеранг» – это восказ фиксированность стоимости при бронировании определенного отеля по окончанию датуры. С перечнем данных отелей вы можете ознакомиться в данной вкладке «Бумеранг». Вы можете увидеть перечень отелей, перечень категорий номеров, на которые распространяется данная акция, период бронирования, период проживания, продолжительность. Как действует данная акция? Обязательное условие, что по окончанию вот вы забронировали ваши туристы улетели, благополучно отдохнули и вернулись в сестру. После того, как туристы отдохнули и вернулись, вы должны направить письмо на отдел маркетинга, там заявление о компенсационной форме, не позднее, чем 30 дней с момента возврата туристов. Если туристы вернулись, предположим, в декабре, а вы сегодня вспомнили, что у вас были туристы, на которые, собственно, распространялась эта акция, к сожалению, никакого возврата уже быть не может. Только лишь в течение 30 дней с момента возврата туристов. Вы отправляете данное письмо и на реквизиты вашей компании вам высылаются данные денежные средства. Также у нас есть акция бонус-бокс. В чем основные отличия данной акции? Тоже есть перечень отелей, которые представлены на сайте, на которые это действует. Прежде всего, если, например, по бонусу бумерангу вы должны запрашивать, чтобы вам вернули данные средства на расчетный счет, то по бонусу бумерангу бонусы начисляются автоматически в личный кабинет. И данными бонусами вы можете оплачивать другие заявки. Как это сделать? Вы, например, заходите, создали какую-то заявку, вы хотите ее оплатить, вы нажимаете на способы оплаты, вам выскакивает оплата бонусами, вы нажимаете на использовать и выбираете сумму. Заявка обязательно должна быть та, которую вы хотите оплатить этими бонусами, должна быть полностью неоплачена. Ну и бонусы начисляются не более чем 25%. Вы можете бонусом точно оплатить в размере не более 20% от стоимости года. Вот примерно как оно выглядит у вас в кабинете. Там возможные способы оплата заявок, я сказала. И вам выскакивают ваши бонусы, вы нажимаете на использовать, что делать вам, собственно, этот способы. По акции 2 плюс 2 почему-то не просчитывают сразу без стоимости детей в Монте-Карло. Акция 2 плюс 2, все отели, которые подборят туров по данной акции, они уже просчитаны с условием, что дети размещаются бесплатно. Раннее бронирование. На данный момент у нас действует второй этап раннего бронирования. Комиссия на данном этапе для независимых ген составляет, это повышенная комиссия составляет 14%. Дата заезда это с 1 апреля. Так что, какие у нас основные моменты по раннему бронированию. Прежде всего, помимо этих 14% в личной комиссии по правам дается, если вы бронируете тур на длительность ночей свыше 12 ночей или на стоимость тура свыше 6000 условных единиц, то вам еще дополнительно начисляется 1%. Также, если вы оплачиваете 100% на заявку на протяжении двух банковских дней, вам добавляется комиссия еще 0,5%. То есть, максимальная возможная комиссия, как вы можете посчитать, при бронировании это 15,5%. Отличаются условия оплаты немножко. Как я уже говорила вам ранее, это 25 плюс 25 плюс 50%. 25% оплачивается на протяжении двух банковских дней, еще 25% оплачивается до 31 января, это по второму этапу, по третьему этапу будут другие немножко условия уже, конечно. И 50% не позднее, чем 14 или 21 день до начала года. Далее, доплаты за рейси мы пересчитываем до 10 условных единиц за сегмент. Если вам в заявке автоматически еще подтягивается доплата 25 условных единиц, вы пишете запрос, данную доплату пересчитываем. Также в данных заявках инфлант идет бесплатно, страховка премиум предоставляется бесплатно, и аннуляция до 31 января у нас также бесплатная. Точнее, в принципе, бесплатная без заплаты. Также просим вас учесть, что данный этап действует у нас до 31 января. Что будет дальше, какой у нас будет третий этап, еще неизвестно. Проверяете данную информацию на сайте, в разделе «Агентство ранее обранили». Теперь еще раз вернусь с вами к вопросам, как бонусы заработать. На сайте и по бонус-бумеранту, и по бонус-боксу представлены отели, на которые распространяется данная акция. Вы полностью сверяете, что условия оплаты подходят. Если бонус-бокс, как я уже говорила, начисляется автоматически в личном кабинете после возбрага туристов, то бонус-бокс, . . . . Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы знаете, на наших бортах есть бизнес-класс. Продолжение следует... Туристы получают массу таких привилегий, например, как... Еще в аэропорту Борисполя это у нас отдельная стойка регистрации, это увеличенная норма провоза багажа в 40 килограмм, это приоритетная посадка в самолет. Если отсутствует телетрап, то это отдельный трансфер для самолета. И также на борту предоставляется большой выбор безалкогольных, алкогольных напитков, обязательно горячее питание. И что самое главное, очень удобное расположение кресел. То есть вы можете откинуть спинку вашего кресла и расположиться практически до положения полу-лежа. Как забронировать места в нашем бизнес-классе? Это можно как уже в существующей заявке, так, в принципе, можете отдельно купить места в бизнес-классе. Как это сделать? Вы заходите в раздел «Агентство», выбираете ссылку «Бизнес-класс». И, как вы видите, вот, во-первых, вам представлены доплаты за бизнес-класс. Эти доплаты суммируются к стоимости билета, который идет в эконом-классе. Вот, вы можете видеть эту доплату, вы можете прямо здесь и забронировать нужный вам авиабилет. Нажимаете на ссылочку «Купить билет». Вас подтягивают, опять же, в такое поле, как мы рассматривали чуть ранее по авиабилетам. Если стоимость вас устраивает, вот, все выбрали, вот, вы нажимаете на корзинку и вы бронируете. Вот, в личном кабинете это вы можете нажать на креселка рядом с рельсом, вот, и забронировать нужное вам место. Ну, а также, если вы не справитесь, да, самостоятельно, вы можете прописать этот запрос на почту или ее о сейлосе, или ее о чартере, и, конечно же, наши менеджеры помогут вам это забронировать. Почему в заявке, созданной в декабре по раннему бронированию Турции, была указана оплата 30% плюс 70% за 14 дней до начала тура? И в личном кабинете указано, а теперь 25 плюс 25 плюс 50%. 25 плюс 25 плюс 50% – это условия оплаты на втором этапе раннего бронирования. Второй этап раннего бронирования вступил в силу с 1 января и действует до 31 января. Так, по бизнес-классу мы посмотрели, существует ли пересчет стоимости по цене конкурента. Если да, то какая вероятность, что будет пересчитано? Да, существует такая вероятность, мы, в принципе, регулярно это пересчитываем. На почту ua.product.com вы отправляете строку с онлайн-подбора туров конкурентов и строку с онлайн-подбора с нашего сайта. Обязательно смотрите, чтобы полностью все параметры тура совпадали, чтобы вы там не присылали с нашего сайта, например, размещение Family, у конкурентов это стандарт. Обязательно все-все-все категории у нас совпадают, мы это рассматриваем. И показывает практика зачастую, если тем более даже стоимость не особо значительная, стоимость конкурентов мы подтверждаем. Вам отдел продукта отвечает, что стоимость подтверждается, вы в личном кабинете заводите данную заявку и отправляете письмо. Просьба пересчитать по стоимости конкурентов ранее, согласованно с отделом продукта, и данную стоимость вам пересчитывают. Комиссия у вас остается стандартная. Что касается оплаты, каждая заявка индивидуальна. Пропишите, пожалуйста, данный запрос на почту или UASales, или UAMarketing, конкретно по вашей заявке. Бухгалтерия проверит, в какой стадии находится оплата и в письменном виде вам ответят. ЧТС – онлайн бронирование туров на регулярных рейсах. Как я уже говорила вам ранее, вы можете на нашем сайте бронировать не только пакетные туры с авиаперелетами на нашем чартере Азор. А также с авиаперелетами на регулярных рейсах. Вы можете бронировать как отдельно авиабилеты на регулярных рейсах, так и комбинировать, делать такие специальные туры, тем самым увеличивая спектр возможности отдыха, скажем, для ваших рейсов. Так, на слайде показывает привилегия, что большой выбор компаний, трипов, да, это все равно. Есть ТМ-рейсы, есть туповочные рейсы, очень большой выбор направлений. Сейчас я вам расскажу пошаговую инструкцию, как бронировать наш GDS-тур. Также пошаговая инструкция, если вы сейчас не успеете все запомнить, да, есть у нас на сайте в разделе агентства GDS-туры. И там вот все вместе с фринт-скринами, со слайдами вам показано, как шли делать. Так, прежде всего, мы заходим, как всегда, в поиск туров по интересующему нас направлению и выбираем тур с пометкой Regular File. Вы это можете видеть, вот рядом вот Киев-Мальдивы, да, и справа от этого вот тут, Киев-Малев, регулярный плат. Дальше. Нам показывают варианты. В ответ на наш запрос, правильно? Обратите, пожалуйста, внимание, что цена, которая указана на данный момент, она еще не окончательная, и она еще будет пересчитываться. Посмотрели варианты, вот, например, нас заинтересовал первый вариант, переходим на него, нажав, как всегда, на галочку «Корзинка». Вы можете выбирать, в зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбирать класс обслуживания, можете выбирать авиакомпанию, тип перелета, время в пути, время вылета и так далее, используя специальные фильтры. Вот, на слайде можно посмотреть, так, предположим, вот здесь мы выбираем фильтры класс обслуживания, эконом или бизнес-класс. Можем выбрать фильтры, такой, как авиакомпания, чтобы вам, соответственно, для экономии вашего времени, вам выскакивала только лишь нужная информация. Также можете выбрать, предположим, если туристов интересуют только лишь прямые рейсы, а не стыковочные. Вот, после того, как вы все это вели, система делает подборку вариантов перелета и указывает на все составляющие. Примерно это выглядит, как на слайде у нас. Дальше, для того, чтобы отобразилась окончательная стоимость турпакета, вам необходимо нажать на «Пересчитать». Внизу вы это, в принципе, можете делать, даже не убивая туристов, просто, ну, чтобы не терять время, чтобы сразу знать, какая стоимость данного турпакета. Прошу прощения, меня немножко перемешали с слайдом, но в целом, суть остается понятной. Вот, в итоге вы смотрите стоимость, какая у нас остатывает, окончательная, вот, и номер вашей заявки. Выбиваете данные туристов. Что очень важно по данным туристов, вы бронируете нечартерный рейс, вы бронируете регулярный рейс, и все-все-все данные по туристам должны быть введены корректно. Поскольку в дальнейшем они корректировки не подлежат, и некоторые компании могут даже запрашивать определенные штрафы при внесении данных изменений. После того, как вы забронировали заявку, вам приходит на e-mail уведомление с номером вашей заявочки. Это уведомление не является подтверждением. В этом уведомлении вам будет указан номер вашей заявки, будут указаны сроки поездки, условия, которые вы забронировали, отель, авиаперелеты, страховка, трансфер и так далее. Стоимость тура и сроки предварительной оплаты. Очень важно, что туры, которые вы забронировали на регулярном рейсе, должны быть оплачены не позднее, чем один день с момента подтверждения заявки. Очень часто возникают вопросы, может ли меняться тайм-лимит. Действительно, при бронировании регулярных рейсов у нас есть определенный тайм-лимит, в течение которого мы должны оплатить данную заявку. И если заявка на этот момент еще не оплачена или не подтверждена, авиакомпания может менять тайм-лимит, и, к сожалению, стоимость может быть пересчитана. Поэтому мы рекомендуем вам как можно быстрее оплачивать данную заявку, чтобы авиакомпания увидела поступление средств, чтобы мы, собственно, могли выкупить данные места, и вам впоследствии не пришлось никаких дополнительных прав осуществлять. Далее, еще такой частый вопрос по трансферу. В туры регулярных флайк зачастую трансферы не включены. Вы это можете также видеть в заявке. У вас это будет указано, что вызова трансфер. Что происходит, если не успею оплатить бронирование до установленного тайм-лимита? Если вы не успеете оплатить до установленного тайм-лимита, то заявка ваша будет автоматически аннулирована. И что касается комиссии, комиссия предоставляется с полного пакета, включая наземное обслуживание. Так, с GDS-туром мы разобрались. Если у вас какие-то, возможно, вопросы по данному GDS-туру, пожалуйста, или направляйте нам на почту. И перед этим можете, опять же, просмотреть все еще заново на сайте агентства GDS-тура, чтобы мы дальше на этом уже не остановились. Как вы знаете, как раз мы к этому с вами перешли, к рекламным пунктам. Треператор Annex Tour постоянно на основе организовывает для агентов вебинары, семинары, как в офисе, как в выездные семинары, различные роут-шоу, ворк-шоу, рекламные пункты. Где посмотрите данную информацию? Вы заходите в раздел «Агентство» и заходите в раздел «Обучение». Для этого вы введете ваш пароль, логин, и вот вам откроется такая табличка. Что делать, чтобы зарегистрироваться? Я уже говорила вам в начале нашего вебинара. На почту UiEvent вы отправляете заявку на участие. На вебинаре, в принципе, ничего не отправляете, вы просто регистрируетесь. Если это семинар, если это, конечно же, рекламный тур, то все, вы отправляете данную заявочку на почту UiEvent. В разделе «Агентство», в разделе «Обучение». Также, как я уже говорила, мы с вами рассматривали именно бронирование пакетов. На регулярных турах вы можете также забронировать просто сами авиабилеты на регулярных рейсах. Сделать вы это можете в разделе «Авиаперелеты», «Онлайн бронирование регулярных рейсов». Когда вы перейдете в эту вкладку, вам откроется вот такое вот окно «Агентство Авиа», в котором вы можете бронировать. Для получения доступа к этой системе отправляете запрос на почту ua.avias.anxtor.com. Если не успели записать, эта почта есть у нас в разделе «Как нас найти». Сейчас в разделе «Обучение» нет ни одного рекламного тура. Так и есть, да, действительно так и есть. У нас на данный момент, конечно, запланированная тура, но на данный момент еще уточняются даты тура, еще уточняется длительность направления и так далее. Поэтому на сайт мы уже повесим самую актуальную информацию. Я думаю, в ближайшее время это уже будет, поэтому проверяйте. Самые первые рекламные туры – это, конечно, у нас бод в Турции. Это Анталия, это Даламан, это бодом. Но информацию, опять же, по стоимости, по датам, по всему проверяйте на сайте. Так, авиаперелеты. Очень часто нам приходит такой запрос, как просьба пересадить туристов на другой рейс, или, например, есть ли возможность, турист уже в туре, продлить даты их тура, чтобы они вернулись на два дня позже. И, к сожалению, очень часто агентство не знает, где проверять информацию по наличию местной рейси, поскольку иногда бывает так, что мы просто не можем пересадить на какой-то рейс туристов, поскольку рейс либо занят, либо его вообще нет, либо в этот день он не осуществляется. Эту информацию у всех наших рейсов вы можете проверять на сайте в разделе «Авиаперелеты» в разделе «Монитор кейсов». Как это выглядит? Нажали на «Монитор кейсов» и вот вам, например, выбираете, откуда отправление из Киева, выбираете направление прилета, точнее, выбираете диапазон «Дат» и вам высвечивать. Если это красный, то нет, то, соответственно, нет. Нет, если это желтое мало, то это, скорее всего, мест мало, но и больше, чем 10, поскольку если мест менее чем 10, вам будет в скобочках указываться количество больше этих мест. Ну и если зеленое есть, то можно свободно бренировать, если у вас даже какая-то мини-группа туриста, да, там при семье, можете спокойно их сажать. На данный рейс. Раздел «Страны». Раздел «Страны» — это, наверное, такой самый нафаршированный информацией раздел. Есть все-все-все ответы на интересующие вас вопросы по всем направлениям. Разберем, например, Турция. Заходим в «Страны», Турция. В правом боку мы можем видеть, прежде всего, например, памятник туриста, который мы с вами склачиваем, мы можем видеть доплату и сбору. Доплату и сбору вам потянется информация. Доплата за инфанта, в каком размере. Есть ли доплата за утренние, за вечерние рейсы, какая стоимость. Какая доплата за индивидуальные трансферы, вообще перечень этих индивидуальных трансферов. Есть ли фасттрек-услуги. Вот как вы видите, например, и Турция фасттрек-услуги есть. Какая стоимость и порядок бронирования. Также, например, хорошо, что мы затроны до самой Турции, поскольку Турция, наверное, самая интересная для бронирования, направления, именно касающихся каких-то определенных моментов. Поскольку есть множество отелей в Турции, которые они размещают, предположим, мужчин в одном номере. Данную информацию просьба запрашивать, точнее, не запрашивать, а проверять, еще даже, возможно, перед тем, как вы предложите это туристу, на сайте, в разделе страны, Турция, отель, не размещающая двух мужчин в номере. Как это действует? Например, если это семья, мама, папа и ребенок, то есть в номере ей женщина, система без проблем пропустит. Но если, например, это отдыхают два мужчины, или если это отдыхает отец с сыном, или даже отец с дочкой, но дочка еще не совершеннолетняя, то система вас не пропустит. Мы иногда под запрос, если, например, предположим, заявки связаны, мы запрашиваем в принимающей стороне, некоторые отели лояльны к этому вопросу и подтверждают номера через данную опцию Мистер Стоп. Некоторые категоричны. Поэтому данную информацию тоже проверяйте и тоже предварительно запрашивайте. Так. Ну, собственно, по Турциям мы посмотрели. Если переносит рейс, где посмотреть информацию. Множество мест, где можно посмотреть информацию, прежде всего, в личном кабинете. Обязательно, всегда, за сутки до вылета проверяйте информацию в личном кабинете. Мы, конечно, всегда, когда у нас происходят любые переносы рейсов, мы обзваниваем туристов, точнее, не туристов, мы обзваниваем агентство. Мы отправляем письма, но все равно, как бы, есть такой человеческий фактор, есть технический фактор, письмо может не дойти. Вы можете как-то, ну, не проверить данную информацию. Обязательно за сутки до вылета вы проверяете время. Поскольку, если перенос там на более позднее время, предположим, да, это неудобно, но, тем не менее, туристы могут обождать в аэропорту. Но иногда так бывает, что рейс переносится на более раннее время. Вот, и вы от данной информации не проследите. Турист, в свою очередь, пропустит рейс, и дальше уже начнутся такие неприятные манипуляции, как поиски билетов, как их отправить. А если это еще, предположим, такой пиковая загрузка, сезон, месяц нет, то, ну, вообще, очень сложно. Поэтому данная информация должна за сутки до вылета. Также вы это можете проверять на сайте Azur Air, ну, в разделе авиапередоводов. Так, по доплатам и сборам я не дождалась данного слайда, я уже немножко раньше вам все рассказала, что в доплатах и сборах по каждой стране есть медицинская страховка по возрасту. Можете посмотреть размер доплаты посадочной талоны для инфанта и доплату за утренний и вечерний рейс. Доплата за утренний и вечерний рейс, сайт у нас распространяется по таким направлениям, как Турция и Египет. Страховка по возрасту. При бронировании деток до 3 лет и туристов от 55 лет, включительно, действует дополнительная страховка. Там примерно от доллара до 2, в зависимости от возраста туристов. Вам это будет начисляться к заявке. Вот, то есть, ну, чтобы уже предварительно об этом знали, и примерно туристы на это ориентируют. При переносе рейса на более позднее время регистрация, также переносится или остается прежней. Ну, если я правильно поняла ваш запрос, если, предположим, вы за сутки до вылета видите, что время рейса поменялось на более позднее, вы знаете, что регистрация начинается в зависимости от рейса, да, за 2 или за 3 часа до вылета. Если это рейс с бортом 189 человек, то это за 2 часа до вылета. Если это большой рейс с вместимостью 330 человек, то это за 3 часа до вылета. Ну, и, соответственно, время этой регистрации вы уже учитаете от времени приноса вашего года. Раздел «Отель». В разделе «Отели», «Страны отелей» вы можете найти всю интересующую вас информацию по какому-то конкретному отелю. Также на «Отель» можно перейти, когда вы в онлайн-таборе туров ищите «Отели». Вот, ссылка на «Отель» прикабельна, вы можете зайти и посмотреть информацию. Пожалуйста, не теряйте ваше время, когда, например, у вас возник какой-то вопрос по номеру, там, какое максимальное размещение, там, размещают ли людей с ограниченными возможностями, там, находятся на первой, второй или третьей береговой линии, там, какие-то особенности по концепции питания. Вы эти запросы отправляете нам на почту. Конечно же, мы на все на это отвечаем, но не теряйте ваше время. Я бы рекомендовала перед тем, как отправить ваш запрос, предварительно проверить информацию на сайте, поскольку на сайте цена у нас максимально в полном объеме все это прислаблено. Ну, если уже на какой-то вопрос вы не находите ответа, то отправляйте или на ua.sales, или на ua.market. Ваш запрос. Так, также сейчас для вас подготовили, я надеюсь, что в хорошем расширении у вас откроются слайды, поскольку у меня они вообще маленькие, с рекомендованными отелями. Вот Турция, это Анталийское побережье, скажите, пожалуйста, вам виден этот слайд? Видно какие-то названия отеля? Если видно, то сделайте принтскрин. Если не видно, то у вас потом будет семинар в записи, вы можете посмотреть, либо можете отправить запрос нам на ua.market.com и презентацию мы вам это откроем. Все видно. Хорошо, сделайте, пожалуйста, принтскрин Анталийское побережье. Думаю, готово. Принтскрин Эгейское побережье. Кстати, еще одна из новинок на нашем сайте. У нас прибавился еще один аэропорт вылета. Я думаю, вы это уже видели. У нас на сайте это Алания, Газипавшан. То есть теперь на Эгейское побережье, Будрам-Доломан, ну как и было, в принципе, у нас прилеты в Доломан или в Будрам, а на Анталийское побережье вы уже можете выбирать или это аэропорт Анталии, или это аэропорт Алания. Это очень существенно облегчит трансфер для туристов, которые выбирают отдых в Алании, поскольку оно уже не будет длиться два часа. И можно смело рекомендовать уже Аланию для отдыха с маленькими детками и говорить, что трансфер будет недлительный. Как можно вернуть слайд? Это я могу только вернуть вам слайд на Анталийское побережье. Делайте, пожалуйста, принтскрин, и будем переходить всеми дальше, поскольку я подготовила вам рекомендованные отели по абсолютно всем нашим направлениям. Так, следующий у нас это Египет, Шарм-Эшейх, Хорпада. Делайте, принтскрин. Так, Эмиратам. По Эмиратам у нас здесь представлен не очень такой большой перечень отелей, но это те отели, которые менеджер, который у нас был в рекламном туре, посмотрел, и можно 100% гарантировать. Конечно, хороших отелей значительно больше, но за эти отели мы им прямо на сам отъезд. Дальше, Таиланд. Таиланд – это тоже отели, которые мы видели в рекламном туре. С менеджерами сделали такую небольшую лёгкопорку, начиная от самых бюджетных отелей, заканчивая такими уже дорогими отелями для взыскательных туристов. Таиланд. Дальше это у нас Куба. Точно так же просмотрено лично отели, которые мы можем рекомендовать. Ну, насколько я знаю, по опыту наших коллег, которые летали в рекламный тур в Кубу, на Кубу надо лететь не за отельным отдыхом, а за колоритом, поскольку отели в такой большей мере советские там идут, поэтому проверяйте больше, локация где-то находится, куда можно выйти, что можно посмотреть. В целом, особенного чего-то отели Куба не ожидайте, но при этом колорит, который вам предложит Куба, конечно, безречный. Доминиканская республика. Тоже есть и троечки, и четверочки, и пятерочки, понарастающие абсолютно на весь бюджет. Давайте я долистаю до конца. Хорошо, и я вернусь на Итейское побережье. Так, Доминиканскую республику, надеюсь, сделаем. Переходим с вами к Андорре. Ой, Андорра, это у нас такой, наверное, самый интересный регион, поскольку в данном году у нас не было, к сожалению, рекламного тура, но мы собрали все отели, которые мы знаем по опыту старых годов, которые такие максимально хорошие. Турция, повторим. Испания. Точно так же. Отели по Испании такие небольшие. Опять же, в Испанию летят не за отельным отдыхом, а в целом за смыслом. Так, в Испании есть Тунис. И возвращаюсь к Турции, как вы присели. Первое. Анталийское побережье. Это секунд 10 дал на пинскрин. Опять же, если вы что-то не успели, или если там у вас как-то эти слайды потеряются или что, отправляйте запрос на ЮА-маркетинг, там с примеркой просьба прислать рекомендованные отели, мы вам в PDF-файле все это отправим. Тунис, Тунис, Турция, Игейское побережье. Я думаю, есть Тунис. И все, коллеги. На данный момент я уже не буду повторять, чтобы не задерживать остальных. Если вы не успели, отправьте, пожалуйста, запрос. Мы с большим удовольствием вам отправим данные отели, поскольку мы сами очень заинтересованы, чтобы вы продавали их, чтобы ваши туристы возвращались довольны. Так, по Тунису мы посмотрели. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на нас в социальных сетях. У нас есть страничка в Инстаграме, есть страничка в Фейсбуке, также регулярно на Вайбер, на Телеграм. Там мы пустим актуальную информацию с отелями, которые у нас сейчас горят, с направлениями. Вообще интересная информация по бронированию, чтобы вы всегда были в курсе, на связи. Подписывайтесь. Ну, собственно, еще один вопрос. Скажите, по каким телефонам можно позвонить в выходной день? Только лишь телефоны, которые у нас представлены в циаде. А если у туристов, например, какой-то происходит форс-мажор в выходной день, и они на данный момент уходят за границей, то там в фанатике туристов указана горячая линия той страны, которая функционирует в выходные дни, в ночное время, во все-все-все. Коллеги, я очень надеюсь, что вебинар был для вас полезный, что вы получили интересную для вас информацию, что теперь у вас вопросов, связанных с бронированием, станет меньше. Я желаю вам удачных продаж, благодарных туристов и вообще хорошего дня. Спасибо вам большое за уделенное время, спасибо вам большое за активность. Хорошего всем дня. Я еще подожду где-то секунд 30. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте, я отвечу. Ну, а, собственно, если вопросов у вас нет, я вас не задерживаю. Всего вам доброго, спасибо большое. Спасибо, благодарю, спасибо вам, спасибо. Дякую, Марна. Ну, как я вижу, вопросов уже нет. Всем хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.